Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Я сегодня проснулся с таким хорошим чувством, как бы навешать кому-нибудь лапши на уши. Но так как кроме вас никого нет, то наверное эти будете вы. Вообще по поводу лапши на уши, я недавно получил такое теплое сообщение, все твои види, начало, бля-бля-бля, конец, бля-бля-бля, ну и нудно же ты придурок, что-то не выдержал, да? Но значит это не предметчик, предметчик выдержит все. Нет, действительно ребята, я долго думал чем бы мне заняться сейчас, когда у меня рука не совсем в действии, сразу скажу спасибо, что спрашиваете, это очень приятно. Все нормально, ребят, все нормально, тут в общем-то сегодня делали перевязку, посмотрели, рука синяя, зеленая, ну это знаете, как это, если вы доской хлопнуть, как этот крокодил хлопнул, то естественно синяк будет, а так все нормально, вот, ну, чтобы инфекция не впрыгнула, есть еще опасность, неделю я должен принимать антибиотики, поэтому буду это делать, хотя моя иммунная система очень хороша. Мой хаус артст, это домашний врач, она говорит, что вас привело к нам? Я говорю, фрау Эммерих, я ваш пациент уже 10 лет, вы последний раз когда были? Я говорю, последний раз было 5 лет назад, я очень здоровый человек, и тогда у меня была травма с ногой, вы же помните, да? Да, что-то припоминали. Я говорю, так что, вот, перевяжите и опять на 5 лет забудем друг друга, посмеяюсь. Так вот, о лапше, ребят, я тут был в поисках того, чтобы такое дальше делать, понимаете? У меня первое пришло, пирожные, знаете, тут ночью много этих пирогов, пирожные и так далее, кухонь-то называется, да? И мы были с женой там, как его, античном рынке, и вот я такой, хороший такой, видите, добыл такую, для вот этих вещей так накладывать. И у него такое, сейчас поближе покажем, видите, какие у меня, как ножницы, причем и старые такие, и это, и вот такое накладывать сахар, допустим, да, тоже мне понравилась такая, вот купили. Ну, как бы, дело это такое, у меня и так тут все, пирожные, мороженые и кухонные эти я люблю, торты всякие разные, поэтому я подумал, нет, это килограммов 5 точно добавлю, покуда буду снимать. Поэтому решил остановиться еще на одном популярном виде, это любимом, в общем-то, в Германии, это спагетти, то есть паста по-английски, по-немецки, по-этальянски это паста, да, то есть всякие макарошки. И вот я сейчас вам поближе покажу, чему я набрал. Я набрал разных ложек, потом ракушек, бабочек каких-то, тут мне понравилось, как похоже на грибы такие, знаете, витые такие замечательные, и обыкновенные спагетти, то есть это вот бутони, наверное, называется, а этот какой-то слокен, витрайк локен, три этих, господи, колокольчика, и это просто спагетти комбину, вот такие. Чем меня привлекла эта тема для стоков, конечно, для стоков это собираюсь сделать, тем, что огромное количество различных форм, да, очень недорогая цена, каждый из них что-то стоило, полтора евро по-моему, и огромное количество возможностей, понимаете, она может быть и с тем, и с этим, и с другим, и с третьим, если мы взяли вот такую штуку, то, ну, я не знаю, это намного хватит, то есть себестоимость, продукт, отдача очень хорошая получается, другое дело, что я макароны не люблю, лапшу не люблю, ничего не люблю, но, опять же, есть преимущество то, что это может любой мужчина сделать, приготовить, да, если что-то сложное, там, рагу, еще что-нибудь такое, вот, или те же вот пироги, или торты, ну, это мужчина не может делать, да, нормально, скажем так, а вот отварить макарошки, я думаю, это каждому подсилу, и поэтому я думаю, что это очень такая примеряющая еда нас всех, женщины, мужчины, и так далее, и там очень недорогие ингредиенты, в общем-то, ну, что там может быть, там сыр может, тормозан быть, да, может его не быть, там могут быть, как всегда, помидоры, да, потом этот, он специально, вот эта вот паста, который заправляет, и так далее, и можно менять, там, подсолнечное масло, то есть это все недорого, помидорчики эти, да, маленькие, там, это, это все недорого, и в то же время выглядит эффектно. И вот сегодня я хочу сделать просто такой, знаете, из сырых продуктов натюрморт, я купил специально матовую бумагу черную, видите, она не отражает, для чего? Для того, что я планирую здесь сделать, так, мустер, узор, узор из вот этих вот продуктов, и его сверху снять, и тем самым эту серию открыть. Такие мне мысли. Так, давайте мы с вами сделаем что-нибудь минимализм. Вот возьмем, скажем так, вот, раздвинем их вот так, это уже очень красивый декоративный элемент, и парочку откинем, вот так. А? Ну, симпатично же. Так. А далее, ребята, мы сейчас включим ускоренную, потому что надо просто фантазировать, как вам лучше это сделать. Вот, для начала я возьму, сюда положу помидоры. О, красота, достал я их из холодильника, они еще сейчас будут отходить. Вот так. Центр, помидоры. Отлично. Ну, и теперь можно обложить это различными видами. То есть, ну вот, мне, допустим, нравится эти вот бабочки, да? Сейчас я ножничка возьму, чтобы аккуратно это все было. начну вот здесь набрасывать такой, знаете ли, украшать его таким образом, да? Вот. Хорошо. Далее, очень полезно воспользоваться ракушками. Они хорошо всегда воспринимаются, детьми особенно. Так, это много. Следите за тем, чтобы как бы не было перебора. С одной стороны, надо показать почти все виды, да? То есть, вот у нас тут кучка есть. Так. Сейчас мы еще. Здесь. Переворачиваем. Ракушки, так ракушки. Одни открыты, и вторые закрыты. Вот так. Хорошо. Так. Очень хорошо смотрятся также такие кученые вещи. Они довольно-таки декоративные тоже. Очень декоративные кученые. Кто передает. Ну, я говорю, что, ребят, тут надо иметь как бы не переборщить. Не переборщить. Иначе это слишком много будет сил, и тогда это все сольется. Поэтому нам графичность надо соблюдать. Вот так. возможно, простенькие какие-нибудь. Я не буду вот подбросить таких простых трубочек больших. Вот так. Да? Вот так. Таким образом мы показываем, что мы хотим в будущем тут с этого поиметь. Окей. Ну и последнее, что у меня еще есть. А, у меня вот такие в виде таких грибочков. Я раньше их не видел, ребят. Я думаю, из них допустим, лапша вот этой макарошки с грибами получится вообще идеально. О, смотри, какие красивые. Да? Ой-ой-ой. Они сами по себе небольшие шедеврики, ребят. Да? Ну, смотрите, как красиво. Все. Нам остается, ребят, теперь только забраться на лесенку и сверху это снять, убрав тут лишнюю какую-то симметричность, может быть. Вот. Вот так мне уже нравится. Ну что ж. пора пришла нам сфотографировать. Поэтому я сейчас кладу сюда листья базилики. Теперь уже безупрозненно, что она что-то с ней произойдет. Вот так, я думаю, теперь натюрморт закончил полностью. Ну все, я сейчас не хочу, ребят, ну что здесь городить, потому что это всего лишь одна. У меня вот здесь тубус с моей насадкой сантехнической и сверху софтблок, саптаблокс, ерунда, неважно что, и стоит отражатель. все. Я сейчас залезу на лестнику, да как, сфотографировать, все. Вот, полпинка называется, да? Ага. Отлично. Теперь пойдем в фотошоп просто посмотрим. Так, из тех, что я наснимал, мне больше все понравилось. Вот это и вот это. Откроем в конвертере. Так. Хорошо. Сразу в фотошоп. Но мне хотелось бы чуть посветлее середину. Поэтому мы сейчас так и сделаем. Вот так. Уберем отсюда настройки. И сделаем чуть светлее. Вот так. Вот. Так будет, мне кажется, лучше. Все остальное нормально. нормальный. Затем нормальный. Контраст, клархат. Все отлично. Сравним сейчас. Так, здесь видно, немножко свет попал. Так, Уберем. Вот тут. Видите? Поэтому надо это сейчас выбрать. Ctrl-S. О, нет. Не шутку. Ха, шутку. Не шутку. Не шутку. По привычке. Извините. Ctrl-A, Ctrl-C. И мы сейчас ее вот сюда грузим. Ctrl-F. Да? Вот так. И в этих местах сделаем черную маску сейчас. Так. в этих местах мы с помощью нашей мы с этим что нам нужно только белую возьмем. Вот так. Раз, раз. И хорошо. А там где у нас эти появились опять тени мы их просто замужем. Вот так. Единственное, мне не хватило тут одной штучки. Я думаю, что не буду перефотографировать. соединю сейчас все на один. И Ctrl-C, Ctrl-V. И выдвину ее вот сюда. Ctrl-T. Разверну вот так. Ага. Отрежу лишнее. Так. Ну, кажется, это будет лучше. И чуть-чуть ее может быть высечу вот так. Окей. Посмотрю, какие еще нуждаются в этом высветлении. Сейчас посмотрим, нужно ли нам это. Ну, вот это нам не нужно. Тоже попробуем сейчас взять вот это и высечу чуть-чуть. чтобы не потеряли собес. Фу-фу-фу. Ну, вот и все. Теперь добавим здесь резкости. ребят, матюрмортик готов такой минималистический. Не знаю, как вам, мне нравится, интересно получилось. Ну вот, дорогие друзья, после двух минут фотошипа мы получили вот такую картинку, которой, в принципе, я очень доволен. Минимальное количество затрат и максимальный эффект. Теперь я хотел бы с вами поговорить на тему небольшую о том, что вы предпочтете. Я могу сделать марафон. Я могу сделать марафон, гнать, и гнать, и гнать, и гнать. Могу сделать так, что, когда я буду менять световую схему, то именно эту схему показывать. И опять же показывать композицию, объясняя почему, что, зачем. и потом фотошоп. И для самых таких любителей все посмотреть, я даже могу начать снимать то, что я варил. Но я думаю, что это чересчур будет, потому что кто это не умеет делать? Ребята, макароны варить умеет каждый. Поэтому у вас два варианта. Первый, вот я как сказал, экспресс. Раз, 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 раз. И в итоге только картинки и световая схема, картинки, световая схема, картинки. Или по отдельности каждый раз, когда я схему меняю, я делаю длинное видео. Вот такое, как сейчас. Выбор за вами. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Пойду думать, как дальше это все делать. Всем доброго, друзья. Пока. Редактор субтитров